Юти-брифинг под названием «Своя позиция». Стартуем в 12 часов по московскому времени с расписанием всех мероприятий. Нашей компанией можете ознакомиться на сайте broberkf.ru. Записи юти-брифинга помимо сайта выкладываются после их обработки на нашем канале на YouTube. Там все-все записи есть. Наши странички в соцсетях, адреса вы видите на своих экранах внизу. И моя личная страничка dashagardin.lifejournal.com. Там вся моя письменная аналитика выкладывается. Сейчас перейдем к рабочему столу. Сегодня очень хотелось бы с вами поговорить про ретничную статистику по американскому рынку труда. И я думаю, этому посвятим наше сегодняшнее дневное мероприятие, потому что факт этого предвыборного месяца, он, к сожалению, сыграл огромную роль в представлении тех данных, которые мы с вами получили. И я попробую вам рассказать, что же там все-таки учтено, что не учтено, и каким образом американские статистики манипулируют данными по безработице, которыми, кстати, в пятницу уже вечером оперировал Барак Обам, один из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки. Действующий президент очень громко и радостно говорил о том, что какие мы хорошие, мы сумели снизить уровень безработицы в нашей великой стране. Итак, давайте пойдем по порядку. Я сейчас готовлю обзор и, наверное, по его структуре буду вам рассказывать, как же правильно все-таки смотреть на статистику по non-param payrolls, как правильно оценивать эти данные, на что надо смотреть и вообще куда ведете, как все это дело рассчитывается. Так, ну давайте начнем с определения самых понятий рынка труда, ну и в целом американского рынка труда, раз мы про него говорим. Сразу скажу, что существует отдельный сайт, сайт называется bls.gov, это бюро статистики труда США, Bureau of Labor Statistics. Вот на своих экранах вверху вы видите, в общем-то, сайт, и там все вот те данные, о которых я буду сегодня рассказывать, они все-все-все представлены, абсолютно все, все цифры. Но, тем не менее, даже если вся эта статистика существует в открытом доступе, которую можно, кстати, выгружать, обрабатывать, это не мешает, в общем-то, политикам и каким-то финансовым СМИ ведущим коверкать данные и представлять именно те цифры, которые выгодны в тот или иной момент тем или иным заинтересованным лицам. Хотя, еще раз повторюсь, выгрузить всю статистику, правильно ее проанализировать и, в общем-то, легко понять, что ситуация очень-очень далека от того, далека от тех радостных заявлений, которые делают американские политики. Итак, начнем с широких понятий, далее будем двигаться в сторону более узких понятий. Итак, гражданское население представляет собой экономически активное население, плюс экономически неактивное население. Вообще, когда мы анализируем данные по рынку труда, non-farm payroll, созданность в нескорительном секторе, и вообще в целом статистику американского рынка труда, мало кто учитывает естественный прирост населения. Естественный прирост населения. Вот как раз первое, более широкое понятие под названием гражданское население, это и есть учет естественного прироста этого самого населения. Так вот, с 2002 года среднемесячное увеличение числа гражданского населения, гражданское население, это население, которое состоит в рядах вооруженных сил, в общем, такое понятие, да, более широкое, оно составляет 213 тысяч человек. То есть каждый месяц 2002 года примерно на 213 тысяч человек увеличивается население США. Это естественный прирост населения, это рождаемость, это иммиграция. Ну, мигрантов много тоже, особенно в Штатах Америки. Итак, и еще раз повторюсь, гражданское население формируется из экономически активного населения и экономически неактивного населения. Ну, неэкономически неактивное население, это в основном, соответственно, пенсионеры, там, в общем, люди каких-то вольных профессий, маргиналы и так далее, так далее, так далее. Далее, ну вот, графики я привел, в общем, здесь на графике хорошо, вот на первом очереди, хорошо, как растет гражданское население США уровень его. Если в 2002 году уровень составлял примерно 200, там где-то 17 миллионов человек, то сейчас начали составлять 243 миллиона человек. И вот мы видим такую прямую восходящую линию под одним углом. Угол наклона линии говорит нам о том, что действительно примерно равными темпами каждый месяц увеличивается общее число гражданского населения в США. Плюс я хочу отметить сразу по графику то, что 1 января каждого года происходят существенные переоценки данных за предыдущие периоды. Вот вы видите резкие выпады то вверх, то вниз. Это связано с какими-то сезонными корректировками. Поэтому данные за январь, они, как правило, очень сильно подвержены сезонным корректировкам. Это я говорю по данным по американскому рынку труда. Далее, как я уже сказал, гражданское население формируется путем суммирования экономически активного населения с экономически неэкономическим населением. Что надо отметить, экономически активное население США с 2008 года увеличилось примерно на 1 миллион человек всего-навсего. На 1 миллион человек. При этом экономически неэктивное население увеличилось на 10 миллионов человек. Если в 2008 году это значение составляло 78,5 миллионов человек, то сейчас это уже 88,3 миллиона человек. То есть понимаете, да, я думаю, здесь объяснять особо не надо. Экономически активное выросло на миллион всего, неактивное выросло на 10 миллионов практически. От этого, кстати, суммируем экономически активное с неактивное, получаем гражданское население и понимаем, что гражданское население растет в основном за счет прироста экономически неактивного населения. Дальше идем. Ну, соответственно, начинаем раскладывать эти понятия. Экономически активное население, то есть, по сути, это рабочая сила американская, состоит из двух параметров – занятые и безработные. Ну, соответственно, занятые – это, наверное, самое главное и ключевое понятие рынка труда, потому что именно этот состав людей, в общем-то, формирует национальный ВВП. И, соответственно, от этого параметра зависит очень-очень многое. Давайте посмотрим также на графики, что из себя представляет рабочая сила американская. Американская рабочая сила. Ну, в общем, здесь видно, что на пике 2008 года это значение составляло занятому населению США 146 миллионов. И, судя по последним данным, за сентябрь число достигло отметки в 143 миллиона. За период с 2008 по 2010 года, два кризисных года, ну, почти что, сколько там потеряли, почти 10. На 10 миллионов человек снизилось количество занятого населения. С того момента оно выросло примерно на 5 миллионов человек. Снизилось, еще раз скажу, примерно на 9, выросло примерно на 5. То есть половину примерно восстановили за два с половиной года. Безработное население США, давайте посмотрим, что у нас с безработным населением. До кризиса 2008-2010 годов экономического уровень безработного населения США оставлял примерно 7 миллионов человек. На пике кризиса это число увеличилось в два раза до 15 миллионов человек. И, соответственно, уровень безработного населения за два с половиной года после кризиса 2010 года сократился примерно на 3 миллиона человек. Еще раз повторюсь, здесь было 7, стало 15, поэтому здесь где-то плюс 8 миллионов, точнее минус 8, да, плюс миллионов это безработное. И тут за два года всего лишь на всего прибавили от этого числа 3 миллиона, то есть половину даже не восстановили. Так, в общем, такие картинки. И вот начинается самое интересное. Статистика пришла нам, еще раз повторюсь, в пятницу за сентябрь месяц. В ноябре у нас президентские выборы, выборы американского президента состоятся 6 ноября. И что мы тут получили? Мы получили очень и очень интересную статистику по вот этим параметрам, которые я сейчас с вами говорил. Очень интересно, что количество занятого населения, то есть рабочей силы в США в сентябре выросло на 873 тысячи человек. И этот прирост является максимальным месячным приростом с января 2003 года. То есть такого мы не видели почти 10 лет, только столь сильного прироста рабочей силы американской. Вот на этом графике это очень хорошо видно, 873 тысячи прирост и примерно что-то подобное мы видели лишь в далеком 2003 году. Ну и здесь ставлю большущие такие знаки вопроса, как так получилось, да, с учетом той экономической ситуации, которая сейчас находится в США. Мы очень много с вами говорим про макроэкономическую ситуацию в этой стране. И все последние данные явно говорили о том, что экономика сжимается. Каким образом умудрились почти миллион увеличить число рабочей силы, в общем, для меня остается очень большой загадкой. Очень большой загадкой. Далее, это первое, да, первое спасибо американским статистикам из Национального бюро статистики труда. Далее, второе спасибо мы скажем за то, что количество безработных в сентябре уменьшилось на 456 тысяч. И это стало максимально меньшим сокращением с января 2011 года. Опять видим очередные рекорды. И вот на графике, которую я уже представлял, вот здесь видно минус 456, что примерно равняется январю 2011 года. Если бы, ну я просто повторюсь, что первые декабрь, январь обычно являются такими месяцами сезонных корректировок довольно-таки значительных. Вот если бы этих корректировок не было, то сокращение безработных в сентябре 2019 года стало бы максимальным. Ну тут я не вижу, тут история с 2002 года у меня идет, ну в общем максимально там с каких-то ласматых времен. То есть вообще очень интересная получили мы с вами статистику за сентябрь. Ну я это назвал все дело такими политическими издержками. Все-таки понятно, да, что предвыборный месяц надо рисовать в хорошие красивые цифры. Ну и дальше идем к такому глобальному понятию, которое очень любят использовать политики, и очень любят использовать финансовые СМИ, это понятие называется уровень безработицы. Ну просто уровень безработицы. Согласно последним данным за сентябрь уровень безработицы в США составил 7,8%, хотя ранее он был уровень отметки 8,1%. Как считается уровень безработицы мы делим число безработных, данных которых мы получили, я вам то, что про них рассказывал, делим их на экономически активное все население. И вот получаем 7,8%. Вот такие интересные цифры, и такие вот манипуляции очень можно легко проводить. И в принципе я считаю, что уровень безработицы достаточно такой манипулируемый параметр. Очень легко, в принципе можно сказать, параметр именно состава безработных, менять какие-то там настройки, параметры расчета и включать, либо исключать из состава безработных то или иное количество человек, и тем самым оперировать вот этим самым, на данный момент главным индикатором состояния рынка труда, который использует политики финансовой семьи под названием уровень безработицы. В общем, такая картинка достаточно нелицеприятная, я бы так сказал, и все, к сожалению, те цифры, которые сейчас наечат в крупнейших финансовых изданиях, в Блумбергах, в Рейкерсах и так далее, и слов господина Барака Обамы, все эти слова надо не то, чтобы разделить на двое, но надо совсем по-другому оценивать, к сожалению. Единственный финансовый блогер Спайдл тоже провел исследование по этому делу, я еще не успел этот график обновить, но вот можем у него посмотреть эту картинку, в его блоге spidallifejournal.com он привел очень красиво несколько графиков. По левой шкале изображена динамика безработицы, официальный уровень безработицы, о котором мы с вами говорили, последнее было значение по красной линии, вот здесь 7,8%. А синенькую линию он привел для того, чтобы показать, сколько людей сидят на шее одного рабочего, то есть какое количество американцев переходится на одного работника. делим, 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 делим общее количество населения на, точнее делим количество занятых на общее население американское. И получаем соотношение, да, и мы видим, что на текущий момент соотношение составляет 1,7, то есть на одного работника, на одного работающего США приходится, ну, почти что два человека. Два человека, за счет которого, которых он обеспечивает, по сути. Мы видим, что эти два понятия, эти два отношения очень хорошо коррелировали между собой. Вот графика у него приведена с 2019 года, до 2008 года очень плотно коррелировали эти два графика, но далее, с 2008 года графики разошлись, официальный уровень безработицы якобы упал, якобы падает, но нагрузка на одного работника американского, она остается той же, какая и была в 2008-2009 году. Это значит, что реальная картина рынка труда действительно говорит о том, что ситуация, в общем-то, там не улучшается никоим образом. Никоим образом, просто есть понятия, есть определенные параметры, которыми очень легко манипулировать. И этот параметр называется состав безработного населения. Так, в общем, вот такие дела, подробный отчет со всеми цифрами, еще раз повторюсь, есть на сайте Бюро труда американского, BLS.gov, все эти цифры все есть, плюс требуйте с меня сегодня в течение ближайшей пары часов письменный обзор, я его обязательно вывешу на сайте у себя в живом журнале, можете почитать и более подробно посмотреть все то, о чем я сейчас вам говорил. Еще раз призываю вас внимательно относиться к такой подобной статистике, потому что данные по рынку труда, как правило, являются достаточно серьезными триггерами и причинами сильной волатильности на рынках, и действительно оказывают достаточно серьезное значение на динамику активов, в нашем случае фондовых, раз мы рассматриваем рынок акций. В общем, вот такие дела, тут еще не полный анализ, я провел отдельно, можно поговорить про занятых, полный рабочий день, частично занятых, но я еще там цифрки не обновил, как обновлю, сразу в отчете представлю. На этом, я думаю, мы с вами сможем завершать наше дневное мероприятие. Еще раз повторюсь, подробный отчет вы чуть позже можете увидеть на сайте, на моей страничке. Если у кого-то остались вопросы, пожалуйста, задавайте либо мне их сейчас в чате, мы работаем в полном интерактиве, либо, если вопросы останутся после прочтения, можете в журнале мне оставлять комментарии, я с удовольствием на них там отвечу. Большое спасибо за внимание, встретимся с вами завтра в 12 часов по московскому времени и продолжим обсуждать глобальные макроэкономические вопросы. Всем удачного старта недели. Будьте аккуратны и до новых встреч.